Я люблю хлопать. Все испортило настроение. Не смотрела, не знаю. Вот где-то же они нашли эту мебель. Значит, все было в советском храме? Потому что что? Хов! Всем привет, меня зовут Анастасия. Я декоратор интерьера. И вместе со мной... Сергей Дизайнер. Сегодня мы будем смотреть старые советские фильмы и угадывать интерьеры. Откуда они? А вы присоединяйтесь к нам, берите чай, кофе. Ты много, кстати, смотришь советских фильмов? Нет, целенаправленно я не смотрю. Я только одним глазом. То же самое. Я когда салатик там режу, помогаю. Вот там головой идет фоном. Но у меня есть один из любимых фильмов. Сказка Морозка. Я люблю ее смотреть. И комедию тоже люблю. Карнавальная ночь. Но я как-то кусочками их помню. Я не помню целиком, чтобы смотреть. Какие-то эпизоды мне нравятся. Мне кажется, классика ирония судьбы. Она как начинается, мне кажется, 31 утром. И вечером заканчивается. Попробуем угадать. Давай попробуем. Я знаю. Это служебный роман. Масква слезам не верит. Что ты за офигела, что ли? Ты первый, ты первый. Москва слезам не верит, да. Ну и как тебе? Это квартира главной героини. Она уже, по-моему, директор завода. Там, по-моему, была, да. Такая, знаешь, типа, квартира. Ну, хорошо выглядит, мне кажется. Такая вот достаточно богатая квартира. Нам сейчас, наверное, хочется больше света, пространства, чтобы не было стенки. Но для того времени все так делали. Вот стенка все портит как раз таки. Вот если уберем стенку, да, допустим, если сейчас перейдем в наш реаль. Убираем стенку, кресло передвигаем к окну, допустим, если там по минимуму перестановку делаем. А напротив делаем телевизор, все. Уже по-другому. Уже современные, кстати, будут. Вот какие-то элементы, типа подушки, торшер, можно сейчас перетащить в современный интерьер. И они будут прикольно интегрировать их. Да, посмотрим еще пару кадров. Наивные шторки, да, романтичные. Они так все собраны красиво. Но, кстати, если мы уберем шторы, если мы уберем этот персиковый оттенок, то, в принципе, в стиле сканти все беленькое, беженькое. Ну, единственное, что я бы, наверное, оставил шторы. Мне кажется, в них фишка. Потому что все остальное достаточно такое простое, беленькое. Я бы, наверное, добавил чуть, может, больше какой-то зелени или каких-то плетеных деталей. И вот, да, и получится прикольный, классный скандинавский интерьер. Служебный роман. Не смотрел, не знаю. Не смотрел, не знаю. Только вот в ТикТоке тренды какие-то есть с сапогами? Вот так вот. Я тебе сейчас все расскажу. Это, понимаете, какая-то есть главная начальница. Да. А это подчиненные. Да. Она ему понравилась, и он к ней хочет подкатывать. Так. А Наню не подкатывает. И здесь они как бы на свидании. Он пришел к ней в гости. Это ее квартира. Это ее квартира. Обратите внимание на картину. Художник Модильяне. И я, кстати, только недавно вообще разглядела это, что вообще висит Модильяне в советской квартире. Люстра классная, актуальная на данный момент. Да. Без лишних каких-то деталей, там, подвесок и так далее. И мне нравится этот такой винтажный подсвечник. Изящный такой. Вот он классический, строгий, но изящный. И видно, что она богатая. Но обеспеченная женщина. Обеспеченная. Квартира. А вот сейчас у нас сомнения. При этом это можно было оформить намного вкуснее. Конечно. Не знаю, почему. Это реально был какой-то пик. Что-то повесить на стену, что-то это все закрыть. Мне нравится стул, который выглядывает. Он, мне кажется, необычный, интересный. Картина, обои, все. Мне сказали, шторы хорошие, люстра хорошая. Все остальное, ну и какая-то ерунда. Все испортило настроение. Такой был вечерний такой, атмосферный, да. Это с другого угла. Видишь, здесь сразу у нас появляется стенка. Ой, стенка. Но стенка, обрати внимание, что она хотя бы не до потолка. Она все-таки пониже. Но опять же там что-то стоит. И она более простая, потому что здесь в основном книги стоят. Нет такого жесткого захламывания. Ну, просто мини-библиотека там. Ну, так, хорошо накрыт стол. Мне скатерть не нравится. Можно было обойтись белой просто. И потому что она не свисает. Она как-то не понимает. Да, все какое-то короткое. Как будто короткое, как будто не хватило там, не хватило тут. Может, ткани были дорогие. Криллинтовая рука. Да. Это кадр из гостиницы. Это кадр не из квартиры. Это гостиница, когда она его ждала, чтобы показать халатик. Возможно, красный цвет это специально для кадра сделала. Я думаю, да. Это чтобы показать вот эту вот, типа, страсть какую-то. Мы на фоне красного сидим. Потому что что? То хоп. Правильно. Как для бренда красное. Это здорово. Но это не значит, что весь магазин будет в красном. То есть, так же и с интерьером. Мы можем сделать блеклый какой-нибудь серенький интерьер. Но добавить какие-то яркие, сочные, там, красные детали и так далее. Странной длины покрывала, странного цвета покрывала. У нас тут ничего нету. Желтого. Если, допустим, вот прикольное сочетание ковролина и стен. А шторы тут, ну не знаю, как-то вот знаешь. Потому что орнамент нигде не больше не повторяется. Вот классно, когда все-таки в интерьере про гармонию. Про гармонию цвета. Потому что цвет у нас тоже может так резко разделить. И вас будет рябить перед глазами. Все-таки для жизни нужно, чтобы все это было плавно перетекали друг к другу в цвета. Кстати, классное кресло. Вот кресло классное. Довольно таки актуально и для нашего времени. Очень классно смотрится. Мне нравится и форма, и ножки. Ну здорово. Почему у нас до сих пор такая любовь к советским фильмам? Почему их постоянно на Новый год крутят и все равно показывают? И многие их любят, и их все разбирают, помнят и так далее. Потому что в целом все фильмы, они позитивные. Они добрые, они музыкальные. Мне кажется, это остаться у меня лично с детством. Ну плюс это детство еще наших родителей. Ну да. Будем честны. Поэтому они как-то объединяют, нас настраивают на это. О, ирония судьбы. Прямо сразу угадывается. Смотрел? Смотрел уже столько раз, что уже даже надоел. А как ты думаешь, что это вообще реально? По сюжету объясняется, что строили такие дома в советское время и настолько одинаковые. Показывает, что она одинаковая мебель. Фильм реально ироничный, потому что настолько было все похоже, одинаково у друг друга все стояло. И одинаковые дома, типовые, типовая застройка. Это будут настолько перепутать. Вот тоже вопрос. Но он захламленный. Надо понять, что они здесь переезжают. Тут нет интерьера, да. В этом-то и причина, что он перепутал. Потому что он приехал в такую же разрушенную, грубо говоря, необустроенную квартиру. Единственный прием, который мне понравился, это то, что у нас источники света на уровне глаз. Это правильное решение, когда вы делаете интерьер, даже сейчас, чтобы источники света акцентные были на уровне глаз. Потому что это самая красивая часть и самая просматриваемая. Мы редко поднимаем голову и смотрим на потолок. Да, посмотрим, какой следующий кадр. Так, это кухня, это уже они отмечают Новый год. Она простенько смотрится по сравнению с большой комнатой. Мне нравится пол и мне нравится вот эта настенная плитка, потому что она белая, она не зеленая. Кстати, сейчас тоже актуальна. Вот такая актуальна, именно белая, очень круто, либо серая, сейчас огромное количество оттенков, цветов. Кухня, она, кстати, сейчас можно даже такие кухни встретить, почему нет? Такой же белый стол, какие-то такие табуретки. Ну, другая мебель, понятно, будет, но, в принципе, по такой, типа, конструктивизм какой-то, да, прям. Еще функционально. Функционально, да. А, это как кавказская пленница. А, нет, это приключение Шурика. Это они готовятся к экзамену. Один вот этот момент, и помню, из всего фильма я помню только вот этот один момент, где он увязался за этой девочкой, потому что зачитался в книжку, и они пришли, и полежали, и поели. И сейчас, мне кажется, этот интерьер будет актуальный. Мне очень нравится сзади диван интересный. Здесь стены как будто бы крашеные, ну, либо это обои, либо крашеные. И у нас нет вот этого вот визуального мусора. Все лаконично, правильно и хорошо. То есть у нее есть подставка для цветочков, да, то есть все в одном месте. Есть диванная какая-то зона, торшеры рядом, картинки две. То есть все аккуратно и минималистично, мне нравится. Кстати, очень приятный ковер, обратите внимание, да, серый такой ковер. Да, вот что меня удивило, что очень мало принтов, на самом деле. Да, здесь вообще, то есть только шторы. То есть в основном шторы, подушка и все. И шторы перекликаются с картиной красным цветом и с торшером красным цветом. И как бы все это собирается. Как у них назывался этот стиль? Это у нас медсенчуре. 50-е. 50-е. Футуризм какой-то. А может, футуризм, да. У них же больше в космическом каком-то. Ну что, мне кажется, мы посмотрели все фильмы. Что, будешь смотреть в этом году? Ну, придется. После этого ролика. Кстати, в тему праздников вышел новый видеоподкаст, где мы рассуждаем о том, почему у нас такие праздники длинные и как это на нас влияет. Поэтому обязательно посмотрите. Очень интересный выпуск. Да, подкаст очень интересный, потому что в нем есть и психолог, и историк. И можно рассмотреть этот вопрос с разных сторон. Пишите в комментариях, какой ваш самый любимый новогодний фильм. Тот, который вы просматриваете уже сотый раз и каждый год. У вас прям традиция. Нам очень интересно, мы почитаем. Спасибо за просмотр этого видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Также бейте в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, на этом мы с Анастасией... Прощаемся. До следующей... Не прощаемся. А что? Мы говорим до свидания. До следующего. И желаем вам хороших праздников. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok